Новые автобусы, чистые внутри и снаружи, оборудованные системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты. Такой общественный транспорт должен появиться во Владивостоке в течение года. Терминалами безналичной оплаты должны быть оборудованы и автобусы, и троллейбусы, и трамваи, и водный транспорт, как муниципальный, так коммерческий. Для того, чтобы можно было предусмотреть абонементы, сквозные билеты и льготный проезд. Транспортная инфраструктура Владивостока должна стать единой системой. Человек не должен ломать голову, приехав, например, с острова Рейнеке в центр Владивостока, как ему добраться в Фитисов арену. При этом он должен не только посмотреть там хоккей, но и вернуться поздно вечером домой. В транспортном управлении администрации Владивостока сегодня прорабатывают вопрос о штрафных санкциях для тех водителей, кто нарушает график вечерней работы и уходит с маршрута раньше положенных 23 часов. По этому вопросу сейчас работаем очень плотно. И коммерческие перевозчики, пусть не все, но большинство, начинают понимать, что за всеми такими нарушениями стоят штрафные санкции. Ушел с маршрута раньше 23 часов, заплатив городскую казну 8 тысяч. Первым шагом в модернизации работы общественного транспорта Владивостока должен стать переход от системы, ориентированной на пассажиропоток, к системе километража. Задача, которую поставил перед управлением транспорта глава города Виталий Веркиенко – высчитать стоимость одного километра проезда. Второй шаг – модернизация автобусного парка. Сегодня, подчеркивает Сергей Цибулин, у 70% коммерческих перевозчиков автобусы старые. Меня интересует чистая технически исправная транспортная единица и опрятный водитель. В управлении транспорта прорабатывают вопрос и о единой униформе для водителей. Фирменный стиль диктуют свои правила, считают в управлении. Это порядок в голове и на рабочем месте. Почему другие регионы могут себе это позволить, а мы – нет? Я же не говорю о Японии и Южной Корее, где водители работают в белых перчатках. Еще одна идея от управления транспорта – запустить трамвай на корабельной набережной. Специалисты считают, что переделать железнодорожные рельсы под трамвай труда не составит. Технические возможности для реализации проекта есть. Светлана Садовая. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова